Еще одно обычное утро для Валентины. У нее на операционном столе солдат, который дышит лишь одним легким. Другое насквозь прошила вражеская пуля. Команда хирургов попытается вскрыть рану, чтобы вычистить сгустки крови. Оперировать мы обычно начинаем где-то в 9 утра. И, как говорится, до последнего клиента. Две трети пациентов в этом госпитале – солдаты, раненые на передовой. А вот этот солдат подорвался на мине. У него размножены нижние конечности. И шрапнелью иссечена поясница. У меня было сразу несколько огнестрельных ранений. Задело оба легких сразу и раздробило всю грудную клетку. Врачи госпиталя называют его «фабрикой спасения». Бесконечный конвейер со все новыми и новыми поступающими пациентами не останавливается даже тогда, когда включаются сирены воздушной тревоги. У нас тут у всех такое ощущение, что мы проваливаемся в какой-то фильм-хоррор, из которого никак не можем вырваться. То, с чем мы тут каждый день сталкиваемся, это вообще невозможно описать, пока не увидел собственными глазами. Отделение Валентины специализируется на пациентах с сепсисом. Это самый тяжелый и опасный сценарий развития событий для раненых солдат. Она пришла сюда студенткой-практиканткой и вот уже руководит целым отделением. Ей казалось, что она уже видела все, еще когда начались бои в Донбассе в 2014. Но, как выяснилось, по сравнению с тем, что началось в 2022, это была лишь легкая разминка. Уровень первой экстренной помощи вырос многократно. С одной стороны, замечательно, что теперь живыми до больницы добираются те бойцы, у которых раньше просто-напросто не было шансов выжить. А с другой, это же значит, что теперь нам приходится оперировать намного, намного более тяжелых больных. Совсем другие теперь стали не только пациенты, но и медики. Они работают быстрее, сплоченнее, точнее и в то же время на износ. Куда больше, чем раньше. Знаете, что я, что мои коллеги уже перестали расспрашивать пациентов, кто как получил свои ранения. Только если те заговаривают сами. Иначе будешь слишком много спрашивать, сойдешь с ума. Мы же постоянно на этой работе. После дневной смены у нее сразу начинается ночная. Медперсонал больницы даже может не открывать в интернете новости о войне, а положение дела на фронте легко можно судить по тому, насколько длинная вереница реанимобилей выстроилась сегодня перед приемным покоем.